Обучение при диабете – это не составляющая часть лечения, это само лечение. С цитаты известного американского врача Элиота Джослина начался круглый стол в областной клинической больнице. На повестке дня радостное событие – открытие на базе ОКБ школы для детей с диабетом. На учете в регионе 275 несовершеннолетних с таким диагнозом. С начала года зафиксировано 16 выявленных случаев. Высок процент повторных госпитализаций. Госпитализации идут с кетоацидозом, то есть это пациенты приезжают в тяжелом состоянии. Когда мы начинаем анализировать эти ситуации, то выявляется, что в основном это нарушение в диете, физической нагрузки, недостаточный контроль со стороны родителей иногда бывает. То есть школа диабета поможет профилактировать экстренные госпитализации на отделении. Школа диабета по большому счету – это не только кабинет и эндокринолог на полставки. Это целый комплекс мероприятий. Задача врачей – научить маленьких пациентов и их родителей вести полноценную жизнь вопреки диагнозу. Научиться в реальной жизни ежеминутно принимать те решения, которые за них в стационаре принимает врач. Как правильно питаться, как проводить инсулинотерапию. Для детей, которые уже болеют сахарным диабетом, это скорее будет диалог. То есть они могут задавать вопросы, которые их интересуют, а обучающие будут на эти вопросы отвечать. Это, конечно же, практика, практические занятия. Они должны научиться сами определять уровень сахара в крови с использованием глюкометров. Они должны сами научиться считать хлебные единицы, когда садятся за стол. Учащимися школы должны стать дети, их родители и близкие, учителя школ и воспитатели детских садов, в которых обучаются и воспитываются ребята с диагнозом сахарный диабет. Кабинет помощи – это только первый шаг в мечтах создания детского эндокринологического центра. Это могло бы быть областное учреждение, которое оказывало бы услуги, связанные с заболеванием диабета, детям, в основном проживающим вне областного центра. То есть ориентированным на муниципальные районы, которые являются удаленными, которые в большей мере нуждаются в информационной поддержке. За последнее десятилетие количество детей с сахарным диабетом в регионе увеличилось примерно в полтора раза. Организаторы школы уверены, востребована она будет до тех пор, пока болезнь не научится вылечивать. Но пока в медицине, увы, речи об этом не идет.